День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. С этого и начнём. Я так понимаю, что вы находились как раз в Киеве, когда начались вот эти военные действия. Добрый день, точно так. Я приехал в конце мая. Взял на месяц, мы хотели так поехать. В конце февраля, вы имеете в виду? Нет, в конце января. Января ещё приехали, да-да. В конце января. И обратный билет был взят на 28 февраля. Да, да, да. Я и с внуком, с женой, с невесткой, с сыном. Потому что сын там работал, и мы просто решили приехать в гости. Ну и так совпало, конечно, с полётом назад не было. 24-го, когда начали уже стрелять, слышали звуки в Киеве. Мы жили, снимали квартиру. И потом, значит, мы пошли в посольство. Посольство латышеское уехало. Нам сказали, добирайтесь в ВИФ. Ну, а как добираться, когда ты доберёшься? Тогда вокзал не работал. 24-го уже. Ну, хорошо, что хорошие друзья сына дали машину. Вообще я так поразился. Без документов, без них дали машину легковую. Полбак был заправлен. И мы 25-го утром после комендантского часа поехали уже в сторону западную. Там, ну, удалось, по дороге заправились. И уже шли бронемашины, оборону строили для внука, которому два года с небольшим. Это было очень интересно посмотреть. Доехали до его крёстного. И потом этот крёстный уже нас отвёз в ВИФ. Машину там оставили. Много вещей осталось. И коляска в том числе. И всё. Ну, в конце концов, мы в субботу... В субботу это уже было 20... Как получается? Ну, до 26-го. Уже вечером мы добрались до Львов, Львив сейчас. И сначала был разговор, что в понедельник утром будет... Не в понедельник, а в следующий день утром в 6 часов автобус оказался уже вечером формируется. Мы удачно подъехали и сели в автобус. В автобусе было много детей, много людей. Но не так, чтобы переполнен. И тогда мы начали путешествие. Украинцы тоже спасибо, что они, значит, до границы нас провели с помощью полиции. Потому что так были дороги переполнены летковыми машинами и так далее. Что они довели. Ну, а на границе мы тоже простояли. И потом ехали в Словакию, через Словацкую, ту границу. Ну, в общем, мы там ещё этот день провели там и в автобусе, стояли у границы. Потом нас через границу провели. А потом тогда уже дорога была проще. И в воскресенье после обеда мы уже были в Риге. Так что всё было в этом плане нормально. Правда, сын ещё потом через пару дней ехал уже с Латвии. Ну, здесь, с Риги. Ещё знакомых с Украины, чтобы привезти. Он ещё смотался туда. Это, конечно, дорога довольно длинная. Но неважно. Одним словом, помог друзьям тоже, которых там отправляли. Ну, так, ну, видели, живём. И я могу что-то сказать, когда вот... Может быть, это важно тоже для, кто слушает ваше радио. Я почти месяц был в Киеве. Говорил на русском. Ходил, гулял с внуком. Ребёнок встречался со многими людьми. Но я ни разу не слышал какое-то негативное... Ну, что ты на русском говоришь, кто ты такой, почему не на украинском или что? Ни разу. То есть, таких никаких проблем не было. Такое хорошее восприятие нас было, как обычные мы люди. И когда, значит, тогда я говорил, ну, перед этими всеми событиями, ну, как там, кто за Зеленского, кто... За Порошенко, да. За Эхим, другого. Да. Одним словом, было так, соф-соу там всякое. Ну, когда начался этот конфликт, ну, практически все за Зеленского. Мы уже ехали там, останавливались где-то, в одном месте заправились и так далее. Это, конечно, сплотило людей, сплотило людей вот это нападение, очень сплотило. Ну, так же, как мы знаем, и в НАТО, и в Европейском Союзе, и многие организации тоже все-таки очухались, что за время и что надо делать. Нельзя тут какие-то свои амбиции выставлять выше каких-то общих таких ценностей. Там гибнут люди. Да. Вот все-таки вы не только как бы побывали фактически, ну, уже в начале этого нападения, но и вы профессиональный военный. Вот уже месяц прошло, вчера исполнился месяц этой войны. Пока вот многие эксперты говорят, что пока непонятно, в какую сторону это все склонится. Но видно, очевидно, что Россия не ожидала, что украинская армия, мы сейчас даже не говорим про территориальную оборону, про ополченцев, что украинская армия очень даже хорошо подготовлена. Это точно. Значит, я, в принципе, удаленно, мы каждую неделю делали такое. Юрий Смаклаков, бывший командир национально-пораженный Ирюбловским, мы делали такую передачу, как «Национальная безопасность», ну, про Латвию говорили. И тогда еще 19 февраля я, ну, высказывал свое мнение, что, конечно, в России и парламент утвердит, чтобы эти Донецкие и Луганские республики, так сказать, обозначить, что они республики, президент это утвердит, и это во вторник произошло, там, 19, 20, 21, там, утвердит и так далее, все пойдет. И дальше, когда планировалось, я, в принципе, тут я, конечно, допустил ошибочку. Я говорил, что, ну, наверное, это напряжение возрастает, там, говорит, ну, вот, сейчас может все пойти. Я подумал, что это будет грузинский сценарий. Грузинский сценарий, когда вот Абхазию отделили, Осетию южную, я думал, здесь тоже Донецкую республику, Луганскую, ну, что утвердили, то отделят и силой заставят Украине это принять. Когда началась стрельба 24-го, тогда я сначала подумал, ну, ладно, хотят Донецкую область и Луганскую область расширить, но республики в тех границах, в которых находится область, потому что эти республики не находились полностью. Я так считал. А когда начали бомбардировки и обстрелы по всей Украине, и в том числе и Львов, и мы еще ехали, на Западе были, то это, конечно, была необычная операция, скажем, но война, операция, там, как это называют в России, что реально стали бить по всем взлетные полосы, военные объекты и так далее, ну, главное, по всей республике, Украинской республике. Это, конечно, для меня тоже было такое, ну, впервые я так, значит, я такого не знал, что так можно произвести. Ну, ладно. Основная задача, на что рассчитывали? Вот здесь тоже есть учеба, чему учиться. Это считалось, что за два-три дня эта операция закончилась. Почему? Да потому что, я думаю, а это мое предположение, но есть обоснования к этому. Я думаю, что президенту России докладывали, ну, как уже говорили, с 2014 года. Часто бывает, вот, врать, 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 можно так, что и сам поверишь. И вот, насколько говорили, что это там бандеровцы, это там националисты, русских обижают, уничтожают и так далее, и сами поверили. Поэтому считалось, ну, ладно, пойдем, и там нас встретят тех, которые обижают. Ну, изменилась ситуация совершенно не такая. И тут, конечно, большие деньги, я думаю, были даны провести эту работу. А назад прошла информация с Украины в ронг неправильная, потому что деньги истратили, сказали, да-да, там люди готовы и так далее, поддержат российскую армию, а люди совершенно-то этого не собирались делать. И когда в Херсоне, например, привезли продовольствие и так далее, хотели снять видео, хотели снять видео, показать, вот, привозят, как тючане встречают и так далее, и сделают этот видео. А когда вышли с украинскими флагами, ну, это вы, конечно, читали тоже, с украинскими флагами и отказались от этого продовольствия и так далее, но это было, я думаю, для многих, ну, я понимаю, в России запрещено было что-то показывать, и информацию давать только то, что дает Министерство обороны. Но само по себе вот учеба для всех стран, что, в принципе, если кто-то руководит, неважно на каком уровне, лучше получать все-таки правдивую информацию. Даже если она тебе неприятная. Это ты можешь принимать, ну, и решение, соответственно. Даже если эта информация тебе неприятна, да? Даже если неприятна. Потому что я понимаю, если так долго находиться, там, лет 20, и все, и все говорят, какой ты умный, какой ты сильный, ты самый лучший, ну, и сам в себе поверил. Ну, это, и тогда уже после этого боятся говорить, потому что, ну, вот эти показы, когда, видите, это самое, Совет Безопасности собрался на удаленке, сидят, выступают и так, как школьники в школе, когда с Макроном, с президентом Франции сидят за длинным столом. Ну, ладно, думаю, может быть, президент Франции чужой там и так далее. Ну, когда с Лавровым то же самое, когда с министром обороны, когда начальникам генерального штаба сидят за длинным столом по разные концы. Ну, это и смешно, с одной стороны. Ну, это что-то показывает, но что-то здесь не так. Да. Ну, вот, кстати, вот вы упомянули министра обороны. Сейчас, к примеру, американцы, американские военные, вы, наверное, слышали, очень взволнованы тем, что они не могут связаться с Шойгу, потому что мы понимаем, что даже в самые драматические периоды, мы помним, и в Сирии, был так называемый «горячий телефон», где военные профессионалы, не политики, пытались согласовать какие-то моменты. И многие считают, что это очень тревожно. Что вы думаете, как профессиональные военные, о чем это может свидетельствовать? Это действительно тревожно и очень тревожно. Я напомню еще перед этим, когда появилось открытое письмо генерал-полковника, который в резерве был. Но он был не один, написал. Это было как бы сообщество офицеров резерва. Он занимал когда-то очень большой пост и так далее в российской армии. И он написал о том, что не надо нападать на Украину. Он предупреждал и так далее. Но это потом в эхо Москвы показывали, с ним было там дискуссия. Ну, потом, конечно, сейчас закрыто, и там уже исчезло. Я допускаю, что, в принципе, среди военных... Это был разговор про офицеров в резерве. Но среди военных, там же у многих есть информация и более правдивая, что у них все-таки, если взять эту правдивую операцию, то они видели, что это война, вот такая операция, быстро занятие и так далее, что это будет больше негатива, чем позитивного. Я допускаю, что... Хотя очень трудно допустить, что потому что Путин и Шойго, это, в принципе, они очень дружно и вместе ездили в тайгу и так далее. Но я допускаю, что Шойго тоже прислонился к этому мнению. Может, он и высказал, или ему... Мы сказали, исчезни, значит, назначим виновных потом пониже, там кого-нибудь найдут, кого назначить. Поэтому, скажем, Федеральная служба безопасности там же арестовала... Ну, ладно, арестовали. Под следствием находится генерал-полковника на уровне такого... Которые, наверное, проворвались, давая информацию про Украину неточную. Но я думаю, Шойго тоже. Я допускаю. Конечно, есть официальная версия, ну, не официальная, а полуофициальная, что и там с сердцем тоже, возможно. Пока мы можем только больше гадать. Но почему я думаю, что тут не совсем все... Вы правильно отметили, это про телефон. Есть и с сердцем плохо, но есть же заместители. Конечно. Есть и кто-то, начальник генерального штаба и так далее. То есть телефон-то должен остаться, кто остается вместо мира. Ну, того, кто с чем-то плохо стал. А вот если это идет какая-то конфликтация, ну, тогда тут может быть разное. Может, у него было несколько людей. И когда брать национальную гвардию и так далее, которую, может, Путин очень верный и так далее, то те люди с этим телефоном и с этими вещами не совсем способны и ответить, и справляться. И поэтому они не получили к этому подхода, может быть. А кто попал в оппозицию, ну, тогда, значит, нам будут разбираться. Что касается еще военной составляющей, мы знаем, что президент Зеленский, это понятно, неоднократно просил закрыть небо. Позиция НАТО понятна, что если ты закрываешь небо, это фактически третья мировая. Дальше уже вчера, я так понимаю, что Зеленский просил самолеты и танки. Но ведь это проблема, видимо, с логистикой. Не просто нет желания ему помогать, а, видимо, проблема с логистикой. Вы правы. Вы правы, потому что можно дать, но если ты не обучен на этой технике, с этим вооружением работать, то это требует довольно долгое время. Поэтому тут есть этот момент. Что касается, значит, предоставить или закрывать небо, тут вопрос довольно интересный. Я вначале даже очень возмутился, что никак американцы и Великобритания не закрывают небо, потому что в 1964 году, 5 декабря, когда подписали этот меморандум, что Украина отдает ядерное оружие, а четыре страны, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты, гарантируют безопасность, границы, незыблемость и так далее. Я думал, ну, е-мое, если есть такой меморандум, тогда что это, для туалета, что ли, написали? Потом, правда, я прочитал подробнее, там были еще пометки, не совсем, я взял только вот то, что услышал, одну часть, а там было, что, в принципе, нельзя было придвигаться границам России натовским. Ну вот мы вступили в НАТО, это было тоже уже нарушение этого меморандума. Ну ладно, это что касается этого вопроса. Да. Может ли быть, какие-то вот красные линии, может ли НАТО перейти в случае, вот я не знаю, вот кто-то сказал, что если будет применено химическое и биологическое оружие, тут уже НАТО придется как-то вот впрягаться? Я думаю, что, в принципе, уже надо было и раньше, вот мое мнение, это субъективное и такое мнение. Дело в том, что, вот посмотрите историю, значит, в 2000-м где-то году Путин готов был вступить в НАТО как ассоциативный член. Да. Тогда был разговор, я тогда это помню, я говорил тогда Латвии не обязательно и в НАТО вступать, тогда будет все окей. Потом, 2007-й год, мюнхенская речь, вау, все как бы удивились, поморщились, ну ладно, 8-го, 8-го, 2008-го в Грузии. Ну, в принципе, миротворческая операция и так далее. Саркази приехал, как бы утихомирил французский президент, и, ну, тогда был Медведев, правда, президент, но неважно, Путин все равно там руководил. Ну, в принципе, какая реакция? Сказали, выведут российские войска и так далее из этих всех территорий. Ничего не произошло и все так осталось. Проглотили. Дальше, ну, то, что Молдова, Приднестровье, это было перед этим. Дальше идет Крым в 2014-м году. Ну, это ж, в принципе, какие были там голосования и так далее, всякие эти законы были очень много нарушены. Как бы санкции вели. Это все было такое смешное, нежно, что, в принципе, ничего. Путин идет дальше, тестирует, ладно. Тогда появляется, если Луганск, если Донецк. Ну, что дальше идет? Да ничего не идет. Как бы эти территории, как бы полуотделенные, они остались так. Минские договоренности, понятно, их нельзя было выполнить, потому что тогда надо Украине терять свою независимость. Если говорить про Минские, которые были перед этим. Тогда делается следующая проба. Следующая проба была 17 декабря прошлого года. Ну, когда, в принципе, ликвидировать НАТО. Ну, ладно, называли иначе. Все страны, которые там вступили после 2007-го, давайте, отходите назад и так далее. Никакого приближения к российским границам. Ну, это к тому почти. Ну, понятно, это принять не может НАТО. Тогда это практически ликвидация. Это тесты. Вот Путин может себе позволить тестировать. Собрать войска у границы Украины. Какие выступления происходят в России. И сейчас тоже. Как будут занимать Прибалтику выступают такие политики. Ну, я говорю, не только Жириновский, который все это тоже еще в прошлом году как будет на Украине все делать. И какая реакция? Ну, да, вот Европейский Союз что-то говорят, ля-ля-ля. НАТО что-то говорит. Ну, это нехорошо. Бойска собрали. Ну, это плохо и так далее. Это как бы тесты. И эти организации, международные организации, реально показывают свое бессилие. Путин даже с Европейским Союзом в целом, он даже не разговаривает. Он не то, что приехал бы, как Зеленский старается в парламент или что-то там. Да ему это неинтересно. Ему интересно Соединенные Штаты. Вот он собрал столько войск, что вынужден был Байден с ним пойти в контакт и навстречу. Хотя и Байден его назвал еще перед этим, когда вступал в должность, сказал, что он убийца. И так далее. Корреспонденты задавали. Ну, вынуждены. И поехали целым строем к Путину. То поехал французский, то немецкий канцлер. И так далее. Вот люди едут. Испытание одно было, и как делал Лукашенко тоже. Когда его там никто не признает, а послал беженцев, организовал. И Меркель, канцлер Ферри, ну... Германия начала ему звонить. Ему звонила и так далее. Ну, как бы признал, кому-то надо говорить, хотя не признанный. Ну, Путин посмотрел, да. Ну, что эти западники? Что это Европейский Союз и так далее? У них нет вооружения, нет силы. Путин уважает силу. Ну, так вообще-то много в мире, где уважает силу. Ну, Китай, да, ну, Китай, да, это мощно. Американцы, да, это что-то есть. А вы остальные, кто такие? Поэтому, если бы, если бы закрыли бы небо, вот закрыли бы небо, взяли, закрыли, ну, можно было раньше, конечно, к этому готовить и так далее. Приняли бы такое решение на это все. Я посмотрел, ну что, вызвать войну? Путина нет таких ресурсов. По сравнению с натовскими, с натовскими, вот надо людям тоже представлять. Это не Украина. В Украине не было сильных воздушных сил, ракетных и так далее, чтобы понять, что это контролировать. Вообще, да. У них есть много пехоты, они борются, они защищают, молодцы. Но у них нету такой техники. Но если у одних американцев военный бюджет 770, порядка миллиардов долларов, а в России 10 раз меньше, ну, так о чем разговор? Что, в Штатах в 10 раз больше крадут? Или в 20 раз, что у них меньше останется? Ну, нет, я не говорю еще плюс остальные, а натовские страны. Поэтому, в принципе, Путин-то тоже считать умеет. Но это же идет самоубийство. И самоубийство, если начать воевать с НАТО. А он вот так пугает. Пугает-то, сконцентрируя столько войск, то вот этим нападением, то грозится, что может против НАТО и тактическое ядерное оружие. Это действительно в военной доктрине заложено. В советское время было только ответный удар, может быть, ядерный. А тут есть и могут первые, если это угрожает безопасности. Это всегда можно сказать, угрожает безопасность. Да, но это опасно ведь. Это очень опасно. Да, да. Это все так, но весь вопрос, ну, жить-то выжить надо. Сейчас такой наиболее, ну, страшный, как бы, но, с другой стороны, труднодоказуемая вещь, это биологическое и химическое оружие. Ну, вот химическое оружие, мы уже, ну, видно было, как произошло в Великобритании, когда отравили людей, как Навального там отравили. Ну, в конце концов, Путин даже это никто не признает, даже не начинается следствие. Ну, понятно, 60 сколько стран убедились, что это запрещенное химическое оружие. Ну, и что? А в Украине уже появляется, да, тут есть у них лаборатории и так далее, ну, а почему, как в Сирии было применяли? Ну, применят, и потом будут объяснять, подоказывай материалы, это как. Если взять Объединенную нацию, то там ничего нельзя сделать, потому что есть право в это, даже никакой суды, суд не может начать. Это такое бессилие показывается тоже, что, ну, это говорильно, да, а так практически сделать, конечно, нет. С одной стороны, этот весь конфликт, конфликт, ну, война, конфликт, я так более употребляю. Эта война, в принципе, показала, действительно, это звоночек для всех международных организаций, начиная с ООН, Европейский Союз, ну, и НАТО. Сейчас НАТО, да, поняли, надо выделять как минимум 2%, Германия долго противилась, тоже согласна, что санкции должны быть реальные, что этот самый Nord Stream 2, который газовый, ну, надо труба все закрывать и про это забудем. Конечно, будет всем плохо. Конечно, будет и нам тоже дороже, и надо газ найти. Но эта проблема решается со временем. Но нельзя допускать того, что, значит, не бьют по пальцам, ну, продолжает все дальше и дальше и дальше. Тогда это, откуда можем дойти? Есть страны, которые, как Северная Корея или что там, или Иран, ну, они в своем там окружении или внутри себя плохо, конечно, мы права человека и так далее, но это не так угрожает, как, скажем, угроза для всей Европы идет, скажем, от нашего соседа на восток. Да, вот, может быть, такой последний вопрос. Понятно, что здесь очень тяжело делать прогнозы, но вы, как военный, прекрасно знаете, что всякая война, ну, заканчивается миром. Какое-то мировое соглашение или перемирие. Вот, учитывая позицию сторон и то, что действительно Россия вынуждена в отдельных местах перейти к такой позиционной обороне, я не говорю сейчас про Херсон и Мариуполь, да, все-таки это далеко от Киева. Чем это может все закончиться? Какие могут быть условия, не знаю, прекращения этой бойни? Значит, ладно, я чисто субъективно это говорю. Этот вопрос заключается, возможно, решение внутри России. Произошло решение, смена руководства и так далее. Это один вариант. Он не исключается. Всякое бывает. Всякое бывает. Умирают и так далее. Если взять второе, если так все нормально, вот здоровье там внутри, все это разрешили, разобрались, убрали, кто там не так думает и так далее, тогда вопрос заключается в том, что, конечно, Владимир Владимирович Путин не может прийти и сказать, я проиграл. Это в принципе ему то же самое, что надо уйти с поста и так далее. То он не может допустить. Он этого не будет допускать. То есть он будет искать, как найти, показать, что я все-таки что-то добился. Это с одной стороны. Если взять Зеленского, он, конечно, не может уступить, ну, взять, скажем, какую-то часть Украины, отдать, подписать, что вот эти будут там три республики, четыре, Херсонская или что-то. Он этого не может. Но у него есть очень хорошее, он использует, оговаривался. Ну, понятно, у него даже в Конституции все записано. Это тоже как вступление НАТО и так далее. Он, конечно, может вопрос поставить на всенародное голосование. Он может, ну, например, вступление НАТО или что. Или, что Украина будет в будущем что-то похожее Швейцарии, Швеции или что-нибудь такая вот нейтральная страна и так далее. Ну, будут гарантии такие обоснованные. Ну, тогда он может этот вопрос поставить на голосование. И у него будет тогда опора. Ну, проголосовали, да, не проголосовали, нет. Я, это демократия. То есть у него какое-то есть отступление, выход, какое-то что-то изменение может сделать. Он принял такое вот однозначное решение, как собрались президенты, вот они приняли. Путин может, как бы, а Зеленский не может. Поэтому тут ситуация довольно такая. Или найдут вариант и Путину что-то какое-то, хоть на время, пока будет, скажем, референдум или что-то, ну, какую-то отговорку дать, ну, что-то такое, дать какой-то бонус, чтобы он показать своим людям, что мы добились. Ну, ладно, что-то добились. Ну, этому мы уничтожили там что-то, какое-то все военное, базу вот, или Украина отказалась от вступления НАТО, хоть что-то такое. А Украине надо тогда после этого найти, вот, и с НАТОвским, и с Европейским Союзом говорить о том, что вот она получает, что она будет защищена демократический путь и так далее. Этот вопрос довольно такой сложный, я так высказал вот эти варианты. Потому что, я говорю, для Путина нетрудно представить человек такого характера, столько лет был у вас и считает себя богом. Нет Путина, нет России, как там все, и он это тоже поддержал. Поэтому ему как-то так уйти, как побежден, он не может. А Зеленский ограничен конституцией, это демократия, он тоже не может в парламенте что-то принять и все, его, понятно, снимут, и это все не утвердятся и так далее. Поэтому ситуация каких-то так полууступок каких-то есть возможность. Или в принципе руководство России, это, конечно, россияне смогут решить внутри страны как-то. Буквально последний вопрос, что касается стран Балтии. Есть ли возможность сейчас создать такие постоянные базы на базу на военной основе, потому что до сих пор все ссылались на этот договор Россия-НАТО от 97-го года, который говорит о том, что, ну, там на принципах ротации можно, но постоянные базы, вот как мы понимаем, там в Германии или в Японии американская база невозможна. Сейчас это изменится, на ваш взгляд, ваше субъективное мнение? Изменится. Я думаю, что будет здесь и на постоянной базе, хотя это так особо ничего не меняет. Будет больше. Сейчас эти группы натовские военные реагирования, так как у нас были здесь четыре, сейчас создаются еще на южной стороне в Румынии, там и в тех странах всего будет тогда восемь, и изменится, что будет и постоянное тоже. Ну, это нормально, это, так сказать, России вот надо осознать, и думаю, и Путину, если ему советники... Конечно, он добился, сделал, что более строгое, и НАТО, и вооружение, и так далее, больше тратить, и у границы будет больше концентрировано войск, и так далее, но этого он добился. Европейский Союз более строго, и так далее, но этого добился. то, что, скажем, есть и человеческие жертвы, разрушения, и так далее. Но вопрос заключается в том, что, ну, возможен, скажем, суд, международное разбирательство, и так далее, но мы знаем Босния, и Герцоговина, когда это были там свои, что в свое время там ей судили президента, и так далее, все, но это, конечно, маленький, тут разговор не идет такой большой, как Россия, стране, но само по себе, само по себе, тут вопросов будет много еще, и в таком, и в более далеком будущем. И тут вопросы задуматься и для военных, потому что Мюрнбергский процесс это никого не оправдывал, что я выполнял приказы, выполнял, выполнял, но судили и пропагандистов, и судили и военных, которые выполняли приказы. Я не говорю о нищих чинах, я не говорю о солдатах. Но командиры в принципе должны понимать, что они делают, да? Конечно, конечно, если брать уровень старших офицеров или высших офицеров, генералы и так далее, ну понятно, вы же знаете, что и докладывали бы туда даже, если не знает там руководство или где в прессе не появляется, ну докладывать надо находить способ, как докладывать и так далее. То есть, есть какие-то люди, которые могут позвонить, вот я, как сказал, генерал-полковник, фамилия всегда, он был, он когда-то был в российской армии, очень высокого уровня, при НАТО работал и так далее. И он вот это написал, и он доказывал, что нельзя, не только он там подписал, а больше, намного больше. Там генерал Ивашов подписал, да. Да, 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 вот он подписал и это самое, и как бы предупреждал, ну не надо в Украину, так далее, это плохо для России, вопрос-то идет, что это невыгодно России. Это сразу, может, так не осознается, что, конечно, раскололи общество, ну ладно, в России там очень много поддерживают, потому что они с 14-го года, вот все время одну информацию им давали, вот это плохие, это хорошие. И люди начинают верить, ну я не осуждаю людей, но просто, особенно пожилые, которые в интернете не имеют другой язык, там английский какой-то, другой язык, почитать им проблемы, ну они верят, ну это телевидение, радио все время говорят, мне кажется, что и даже само руководство начинает верить. Я помню Стрелков, ну который был в Луганске и так далее, подполковник, ну который организовал там эти республики, как все, и он послушал какое-то украинское телевидение, когда там находилось, когда этот весь в 14-м году переворот весь начался. Да. И вот тогда, я помню, такое было написано, слушай, я, он приказал закрыть украинское телевидение, потому что, он говорит, я начинаю им верить, понимаешь, тот человек военный, который организовал эти республики, там боролся с украинскими вооруженными силами, ну в то время было совершенно другое. Конечно. В то время было совершенно другое, там были, были и по зарплатам, и люди были, которые, как я говорю, многие решения, что принимались в то время в украинской армии, даже на высоком уровне, сначала попадали в Москву, а потом... Ясно. Ну так было, там люди... В этом отличие, тоже вот добавлю, может быть, в этом-то отличие, что, примерно, балтийские страны, мы, в отличие от, скажем, украинских, там, и многих других стран, мы не взяли, вот, вооружение, армию, которая была в советское время, а потом, как бы, вот здесь республика создалась, мы ее возьмем себе, ну и преобразуем. Ну там офицеры все остаются, как бы, на должности были они там. Да, естественно. Мы создавали с нуля, и это довольно, так сказать, существенно есть, потому что базируется на этом, вот, 2014 год показал довольно... Это правда, да. Ну что ж, будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что мир воцарится в Украине, потому что, ну, каждый день гибнут люди, это просто ужасно, в 21 веке. Карл Искреслинч, у нас был в прямом эфире, посредством Зума, большое спасибо. Радио Болтком.